Приветствую вас дорогие друзья! Устраивайтесь поудобнее. Если вы приготовили что-то вкусненькое перекусить, то приятного вам аппетита! Ну а мы будем продолжать за Бразилию пытаться и даже не пытаться, а просто заставлять эту новую планету действовать и жить по нашим правилам. У нас достаточно армии для того, чтобы диктовать свои условия нашим соседям. Вон у нас были африканцы, которые противились, строптивые были, были нашими союзниками сначала, ну а потом пали перед нами, потому что не озаботились защитой своих границ. А стоило бы им об этом подумать. Правда, конечно, есть проблема с доступностью энергии. У нас энергии не так уж и много. Расход на содержание юнитов 160, здание 164, содержание улучшений 106. Городами нашей столицы вырабатывается 230, а 98 всего от производства во всех городах 260. То есть, если мы начнем войну, то у нас будет в итоге 350-360 где-то единиц энергии. И наш дефицит составит 70 или больше единиц от торговых путей у нас 233. Нам нужно строить срочно перед войной что-то, что произведет больше энергии или пожертвовать несколькими своими юнитами в итоге. Ладно, давайте передадим хоть дальше. У нас уже врата освобождения почти готовы. Как это повлияет на отношение к нам, наших соседей, не знаю, но они должны бы встрепенуться и понять, что рая им для них не будет рядом с нами. Пока мы есть, будет угроза войны. Пусть боятся нас. Хотя новые города дадут нам неплохую прибавку к ресурсу. Конечно, они будут стоить нам здоровья. Завершает создание байтовой базы данных. Хахутама. Нам до него добраться надо. Хитрец. Я хочу все себе. По-наглому все себе. Почти восстановились. Где-то здесь встанем. И восстанавливайтесь. Ого. Проблемка с перемещением, однако же. Так, тут у парня все готово, что он строил. Сейчас надо будет перевести, построить где-то что-то другое. Давай сюда. Тоже трудится. 182. И теперь 265. Производство во всех городах. Хорошо. И дефицит у нас энергии идет уже чуть меньше. 265. И 100. Это 365. А 432 расход. Меньше 70. Ладно, давай строить дальше что-нибудь. Иди сюда. Стоять. Стоять. Байтовая база. Никто у нас нигде не строит эти самые байтовые базы. Надеюсь, никто не строил. Тут у нас с производством проблема. Да вообще проблема. Плюс 1 энергия от тундры. А где у нас тундра? Тундра, тундра. Тундра, тундра. Ого. Ого. Много тундры есть. Пусть будет тундра. Так, никакого следующего хода. Давайте посмотрим, что у нас в магане. В магане у нас рост всего остановлен. Что ж так? Что тебе не нравится? Который превращает 25 производств в этом городе в энергию. Ага, понятно, что у нас тут идет не так. Нам нужно выбрать проект изменить. Автоматизированный завод. Вот у нас слабое место. Построить или может быть его купить? 700. Не хватает нам на автоматизированный завод. Ладно, тогда будем строить. Пусть мы меньше будем зарабатывать золото. Зато производство у нас увеличится. И по клеткам будут расставлены наши рабочие. Что у нас подсвечено? Мы же вроде всех убрали. Автоматизированный завод строится. Хорошо. Что тебе еще для счастья не хватает? Скажи. И я сделаю для тебя это. Так, спасителей надо передвигать. Столица. Поселенец пшел. Тоже врата освобождения будут готовы через ход. Давай, дружище. Тоже работай ножками в том направлении. 618 единиц. Что мы можем купить? Плюс 5 к излечению за ход. Мощность дальнего боя. Пока нет. Плюс 1 к пище. Плюс 1 к производству водных клеток. Тут у нас водных клеток 2. Не так актуально, как, к примеру, в Боа Эсперанса. Хотя в Боа Эсперанса на водных клетках у нас немного рабочих стоит. А тут в Сидаделле у нас рабочие есть на водных клетках. То есть можно бы и купить. Только в городах на побережье. Ага, еще и дополнительные условия. Фиг ты даже что-то сделаешь. Пища на принадлежащих вам клетках за весь свой срок дает 1-2 основных ресурса. Взрастить что ли еще больше? Где там нам населения не хватает? Подождите. В Дораду можно водные ресурсы подстегнуть. Плюс 1 энергии от нефти. Давайте. А потом и спутник туда дадим. Что, передаем ход дальше. Посмотрим, кем мы там еще не походили. И кто у нас ждет приказов особых? Плюс 3. Давай. Генерируй. Так, и чувствую, что кто-то собирается на меня напасть перед тем, как я объявлю войну другим. Страдаете от миазмы? Страдаете. Когда уже мои врата освобождения будут построены? И посмотрим. Вы не сможете вывести свой народ на путь, если у вас не останется народа. Однажды вы заплатите за это. Хутама, да ты вообще оборзел. Слушайте, я прям хочу его уничтожить. Больше не получает энергию. Больше не может пересекать границы. Больше, больше, больше. Список побед обновлен. И теперь нам для освобождения нужно отправить боевые юниты через врата разрыва. Оставшаяся боевая мощь 1000. Эх, мы собрались воевать, а нам юниты нужно отправлять через врата разрыва. Ну, надо же так. Это значит, нам надо собрать 8 ходов. Работай. Так, внутри, внутри делаем все перемещения в Сидаделлу. Давай, дружище. Нет, давай не в Сидаделлу, а давай. Или в Сидаделлу, в столице будем строительство заводить. Давай попробую исцелиться. Шахту построили. Водоросли. Иди сюда. Будешь заниматься строительством там. У нас еще одни водоросли есть. Или можешь построить здесь, к примеру, генератор. Лаборатория. И содержания нет. Пусть будет тогда лаборатория. Защита самооборона. Каньон, биоколодец. Так, пустыня, холмы. А тундры у нас тут и нет. Значит, нам не актуально. Инфо-центр не оно. Нефть у нас перерабатывается. Плюс один энергии от нефти. Необходим обрабатываемый участок. Плюс один к производству от нефти. Тоже не самая лучшая пища. Плюс два. Одиннадцать ходов. Или штаб. Ладно, давайте инфо-центр здесь сделаем. Дораду. Науки больше дает. Защиту дает. А как так? У нас других прогрессивных спутников нет. Пища на принадлежащих вам клетках. Давайте метеорегулятор. Пусть построится. Будем запускать его. Бесплатное исследование одной из технологий. Квантовый компьютер. Хочется посмотреть, сколько он в Сидадели будет стоить. Пища плюс два. Здоровье плюс три. Нет, давайте квантовый компьютер. Возьмем бесплатную технологию. А тут лучше построим что-то. Метлабораторию, к примеру. Сюзанна Филдинг. Ого, у нас сколько антигравия. И теперь нам остается только посылать наши армии через врата освобождения. Что сюда их просто ставить и они себе пойдут таким путем. А ну давайте попробуем закинуть одну штучку в эту топку и что нам эта топка расскажет. Тут у нас есть еще ребята, готовые, если что, отправиться через эти самые врата. Ну давай, что с тобой не так. Все, дальше не можешь переместиться. Тут тишина. Ну что, следующий ход. Ага, вот у нас еще боец плывет к месту назначения. Все, следующий ход. Рискуем, пьем шампанское и ожидаем, когда же наступит победный финал. Но Франция уйдет под воду, это я и гарантирую. Во всяком случае, та ее часть, которая находится на нашем материке. 441 расходуется энергии. У нас расход больше, чем приход идет в любом случае. Если начнем войну, то будем идти в жестчайший минус. Мы открыли трансгенетику, но это по трансцендентности. Земля обетованная. Контакт, освобождение. По освобождению вон тут и Сюзанна Филдинг идет. Может ее и не устраивает, что мы идем с ней в ногу. Давайте протогенетику возьмем. 40 очков позволяет создать улей. Хочу улучшить ангела. И кстати, у нас есть боевые единицы, которые мы можем отправить во врата без ущерба всякого. Для нашей безопасности. Ибо они нам здесь никак не помогут и не нужны. Так, юнит, который ждет приказа. Справился с заданием. Давай рабочий, мы тебя отправим. Куда-то еще. Тут у нас много холмов и много клеток, которые можно обработать. Вот ты будешь ими заниматься. Тут есть холмик. Везде можно построить фабрику целую. Не обязательно шахту. Давай баржу. А ты будешь строить генератор. Что тут у нас миазмы нету? Ставим сюда. Здесь у нас есть миазма. Далеко его уводить не буду. Ресурсы вроде тут рядом есть. Учитель. Я лично так себе представляю отправку сквозь врата. Так. Отправлено. 30 из 1000. Ого, это нам таких нужно 10, чтобы было 300. 30 таких солдат, чтобы было 900. 34 таких боевых юнита, чтобы победы достичь. Ох и нам придется воевать ради этого. Серьезно и жестко. Давай генератор строй. Пища тут готова. Тоже вроде все обработано. Интересно, рабочих можно отправлять с таким заданием, типа иди полетай. Генератор. И такой же генератор. 7 ходов. Хорошо. Тут 6. Тут 5. Как там нас догоняют? 961. Вражда от Хутамы. Нейтралитет от Сюзанны. Недоверие. Недоверие, недоверие, недоверие. В общем, не любят они нас вообще ни разу. Ну и мы их не особо жалуем. Ладно, передаем ход дальше. У нас тут, кстати, есть исследователь. А я про него совершенно забыл. Спаситель. Спаситель, иди на войну, пожалуйста. А, подождите. И не только исследователь, но и спутник. Спутник, который я создавал и который можно запустить. А, нет, он будет готов только через один ход. Гнездо инопланетян. Будем ждать, пока они это гнездо покинут. Ох, тут инопланетян, однако. Все, теперь можно передавать ход дальше. 222 хода. И победа, казалось бы, уже открывает перед нами свои врата. Но, 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 но. От исследований технологии теперь начинает очень многое зависеть. Потому что юнитов превосходства я так много не создам, чтобы отправить их на землю и воевать ими тут. Так, гнездышко вы нам открыли. Смотрите, я отвожу воинов от границы. Мирный парень. Что вы мне тут показываете? Дороги строить, они же тут уже есть. Генератор давай. Все будут строить кучу генераторов. В табу, да. В табу. Фиел. Ксеномасса у нас тут есть. Плюс один к производству ксеномассы, пища плюс два. Все это три хода. Хорошо, согласен. Хороший проект. Дораду у нас. Можно настроить кучу арбитров. Можно построить еще одного поселенца. Давай лабораторию. И теперь кто у нас ждет приказов? 25 энергии. Немного, но достаточно приятная прибавка. Приготовиться. Враг недоумевает. Что же это я там делаю такое? А я просто так. Ничего особо и не делаю. Генератор. 30 из 1000 готово. Наш спутник дает плюс один к пище. У нас один такой стоит. И один до два улучшения. Сейчас посмотрим, где и какой город мы таким путем будем взращивать. Там 12, там 13 жителей. Можно, конечно, вот тут вот между двумя городами влепить. А можно там, где куча необработанных ресурсов, маган, к примеру, занять. Куча необработанных клеток. И пусть там растут ресурсы. Потому что тут везде уже понатыкано. То есть получать полный бонус. Давайте, наверное, сюда спутники кинем. Кинем. Вот отлично. И можно построить еще несколько таких спутников. В общем, так. Давай генератор. Штурмуй торговый путь к Хикиме. Почему бы и нет. Генератор готовь. Генератор готовь. Кто точно не объявит нам войну, это... Или кинуть к Сидаделле. И быть уверенным, что нас тут не тронут. Тхань тут, конечно, есть. Что, интересно, дает рабочий парень здесь? Или ничего не дает? На этой клеточке. Давайте его лучше в ториевый реактор запихнем. Пусть работает или мутирует. И следующий ход. Чтобы узнать, кто из наших бойцов ждет еще приказа. А ведь есть такие, что ждут приказа, но не показываются. Нам здесь. Все. Скоро еще одно направление можно будет взять. И надо будет попробовать толкнуть антигравий, который нам пока что лишний. Так, у нас серия подходит к концу, а военную операцию я так и не начал. Ага, я думаю, что у нас портогенетика так скакнула. Мы украли... У кого-то. В Храброграде мы украли науку. 578. И не был обнаружен. Замечательно. Раскрыто в городе Сидаделла. У нас тут кто-то интригой занимается. А ну давайте... Вербовкой может займемся. Или кража энергии вдруг понадобится. Или может науку будем продолжать воровать. Перевести. Перевести в Сидаделлу. Раз так по-наглому у нас пытаются из главной столицы назначить. Что-то там вытащить. Плюс 10%. Плюс 10% к производству сухопутников. Ладно, пусть будет реактор поля. И кто там у нас ждет приказов. Наш исследователь. Какой у тебя уровень? Уровень 3. На инопланетянах ты больше уровней не набьешь. Тебя надо куда-то отправлять назад в порт. Так, постройка закончилась на грибах. Отведем сюда. Заставим реактор или генератор строить. Пока стоять. Стоять. Укрепиться. Перемещайтесь. Надо вон ту штучку, которая телепортирует. Построить. А то на перемещение уходит много времени. Это учитывая, что у нас еще дороги проложены. Так, поселенец. Дружище, где мы тебя поставим? Можно на побережье поставить. И таким образом обеспечить Магану торговлю. В принципе, ресурсы. Тут рядом у нас геотермальный источник будет. И не один, а аж два. Кораллы. До фероксита мы, увы, не дотянемся. Но его там только две. Штути. Зато, может быть, до антигравия дотянемся. Хотя он нам нужен постольку, поскольку. Ладно, давайте так и поступим. Сюда и основать аванпост. Всех, кому могли приказывать, приказы раздали. Создать пять ходов до создания экспедиции. Ну что, давайте передаем ход. Видите, мы еще можем двинуться вперед вот этими вот отрядами. Хорошо. Так и сделаем. 775 единиц энергии у нас есть. Мы что-то можем купить. И забыл поторговать с другими фракциями. У нас столько разнообразных ресурсов. Если бы было у кого купить фероксит, я бы с удовольствием это сделал. Стэд майнинг. Четыре производства любому, кто туда отправит. Вы открыли новую технологию. Прирост культуры. И пятнадцатый уровень совершенства. Аж на два уровня скакнули. Хорошо. Замечательно. И доступна модернизация. Защитник. Что даешь? Плюс один квест к вместимости в качестве базы для авиации. Он теперь сможет содержать истребители. Можно их наделать и таким образом апгрейдить обыкновенную канонерку в что-то более серьезное. Либо может двигаться после атаки. Подошел, отошел. Давайте, наверное, может двигаться после атаки. Возьмем. Пиарка. Это будет куда интереснее. А тут что? При атаке игнорируют естественные преграды. Либо перед атакой требуется один сетап. Не требуется, наверное. Давайте игнорируют естественные преграды. Выберем. И тут что мы выберем? Орбитальные юниты остаются на орбите на 50% дольше. Либо получим, кстати, плюс 10 производства в каждом городе. Торговые пути к станциям приносят плюс 6 единиц энергии за каждый уровень станции. Мы с Хикимой торгуем. Могли бы туда караваны перенаправить и получать хороший бонус. Производство за каждый основной ресурс. Это уже построенных в столице зданий. Это на столицу рассчитано. Либо орбитальные юниты остаются на орбите на 50% дольше. Ох, конечно, не светит нам это все заработать, но... Плюс один уровень совершенства бесплатно. Всего 4. Плюс 50 к орбитальной зоне действия от городов. Хочу это и все. Это и вот это. Ладно, пусть остаются дольше. Но при этом не был обнаружен. Давай энергию укради. Раз науку не смог. И выбор по заданию. Увеличить производство энергии. Плюс 5 к энергии от реакторов поля. И усилить сигнал орбитальной сети. Плюс 2 к орбитальной зоне действия от реакторов поля. Нет. Энергии давайте. Ну, давайте посмотрим, сколько наших города вырабатывают. 286. Это 387. Уже почти 388. А тратим 449. 88. То есть, разрыв на 10 единиц энергии сокращается. Что же будем исследовать дальше? 15 уровень. А до 16. 28 очков. Теплица прототипов. Здоровье плюс 20%. Но не то. Воскреситель. Плюс 1 к науке от всех улучшений фермы. Пища плюс 7. Здоровье плюс 2. Ксена новая. Это наше превосходство. Ксена заповедник. 5 гармонии. Тоже не то. А это не доучено нами, что ли, было? Вырабатывают иммунитет к миазме. Ну, давайте попробуем 4 хода говорить. Или все-таки пойти по пути F-T-ники. Плюс 1 энергия, плюс 1 наука, плюс 2 культура. Хорошо, пусть будет так. И кто у нас ждет возможности действовать? Давай, дружище. Вау. Не совсем то место, куда хотелось бы посылать подобного рода свои отряды. Так, следующий. Накормим врата. Ферма готова. Перемещаем дальше. Вау. Немножко не туда. Перекрыли путь. Ладно, восстановись. Укрепиться. Генератор строй. Торговый путь с... Ах, вопрос вопросов. Борда дура. Это к нам. Давай к нам. Укрепляйся. Ну что, друзья. На этом я с вами прощаюсь. Видимо, война таки переносится на следующую серию. Буду надеяться, что хватит смелости мне ее объявить и начать, а потом с успехом выиграть. У нас вроде тут есть хорошие юниты атакующие. Ликер это столица. Если мы ее захватим, то остальные города просто падут к нашим ногам. Здоровья нам хватит, в принципе, как и всего остального для успешных операций. Вам желаю хорошего настроения и удачного дня.